Михаила и Наталью Вериных, жителей Щелково, приехал поздравить с награждением памятными медалями 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, глава городского округа Сергей Горелов. Знаю, что в годы Великой Отечественной войны вы в ТУ трудились. Михаил Иванович в 1945 году пошел на фронт и прошел несколько войн. А в послевоенное время знаю, что уже и академию закончил, и потом перешел со слов родственников, перешел из рядов вооруженных сил, из Красной Армии уже в ряды Комитета Государственной Безопасности. Так это нет, Михаил Иванович? Да. Поэтому знаю, знаю, знаю ваш трудовой путь и хочу от лица всех жителей городского округа и, конечно же, от администрации городского округа Щелково сказать вам огромные слова благодарности. Чета Вериных Михаил Иванович и Наталья Трофимовна живут в микрорайоне Чкаловский уже более 60 лет. Сюда выпускника военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского Михаила Верина направили служить в 30-й ЦНИИ ВВС. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию по обнаружению подводных лодок вероятного противника. С будущей женой Натальей он познакомился сразу после войны, когда продолжил военную службу в Приморском крае, вернувшись с Дальнего Востока, где участвовал в боевых действиях против Квантунской армии в Советско-японской войне. Победа нам далась очень сложная. За каких-то 27 дней погибла там, чтобы взять Квантунскую армию. Примерно полмиллиона человек. Ну, помогали. Помогали китайцы. Там наших иммигрантов было много. Правда, они к нам относились хорошо. Ну, а так, разведка есть разведка. Я с 45-го года там занимался вот этими делами. Мы спросили у ветеранов, что бы они хотели с высоты своего возраста пожелать нынешним молодым. Самое главное, конечно, массу. Сейчас можно слышать по телевидению, в газетах провокации по поводу того, что мы не мы. И, так сказать, любить надо свою родину, защищать ее и готовиться. И готовиться очень серьезно. В уютной квартире, где живет семья Веренных, много фотографий, на которых можно увидеть совсем молодыми Михаила Ивановича и Наталью Трофимовну. Ей, кстати, в этот день исполнилось 90. Она моложе мужа на три года. Когда такой же юбилей праздновал Михаил Иванович, в его честь родные и близкие на стене развернули целую экспозицию. Читоверенных вместе уже почти 70 лет. В следующем году у них будет юбилей со дня свадьбы. Их большая и дружная семья, как они говорят, всегда держалась в немалой степени на плечах Натальи Трофимовны. Хотя она успела поработать в Щелкове еще и на насосном заводе. Чувствуется, что в семье Веренных царит атмосфера взаимопонимания. Андрей Циханович, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.